Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я уже вам обещал, мы начнем серию фильмов о том, как мы уже с вами можем идти на рыбалку. Конечно, немножечко запоздало, но вы уж извините. Я часть уже снял то, что уже на воде было. И хочу в начале компоновки фильма показать и ответить на ряд вопросов, чтобы не делать еще дополнительно фильм. Значит, я в своей рыбалке использовал вот такие мушки. Рыбалка проходила у меня в черте, начало рыбалки проходило в черте города. Значит, речка достаточно обыденная, городская, замусоренная, но в то же время рыба там живет. Учитывая то, что, как вы видите, величина мушки по сравнению, допустим, 18 номер, и пошли дальше у меня до 24 номера, вот, допустим, выполнена имитация комарика. Все абсолютно мушки работают, но их абсолютно разное назначение. Если это личиночка имитация комара базера, но это редтак наш, то это нимфы, которые уже работают ближе к дну, более утяжеленные. Это у нас чисто поверхностная приманочка, сухая мушка, имитация ручейника. Все абсолютно хорошо работают, плохо, конечно, что у нас достаточно мелкая была рыбка. Это что касается первого вопроса, с чего начать ловить рыбу. Вот этого количества нимф будет достаточно. Те, которые у меня были на рыбалке, к сожалению, уже нет. У меня правила, я после рыбалки все раздаю друзьям. Как вы можете заметить, вот у меня есть другого набора величина. Достаточно-достаточно мелкие наши мушки. Поэтому старайтесь как можно вот на самых-самых-самых мелких крючках, которые позволит вам техника изготовить ваши мушки. Потому что верховочка, ну, у нее, сами понимаете, габариты чуть больше мизинца, но в то же время хочется поймать. Величину, как вы видите, вот вполне достаточно мелкая, если по сравнению со спичкой. Вот такого количества вам нимфочек будет вполне достаточно. Можете изготовить мокрый вариант Red Tag'а, и вам тоже будет достаточно. Поэтому я отвечу потом дополнительно, когда вы все посмотрите на первый вопрос, я уже вам ответил. Теперь мне неоднократно задают вопрос, какова должна быть толщина подлеска или, допустим, поводка при переходах. Я уже вам показывал, я изготавливаю и плету сам вот такие подлески. Он не крученый, его как бы мы ни крутили, ни вертели, он все равно сохраняет свою форму. Нет у него памяти. На разрыв, скажу честно, просто сумасшедшая это нагрузка. И я стараюсь для определенных рыбалок сам для себя регулировать вот самим подлеском свою рыбалку. В каком смысле? Вот в данный момент, если вот нам вот так сложить, вы обратите внимание, что у меня подлесок несколько толще самого шнура. Хотя по правилам необходимо, чтобы наш после перехода подлесок был или равен, или был тоньше нашего шнура. Значит, для чего я это делаю? Вот у нас очень часто, зачастую процентов 60-70 рыбалок происходит при очень сильном ветре. Поэтому я использую часть подлеска для того, чтобы хорошо продавить с помощью тяги ветер. И в то же время, вот достаточно вот такой жесткий, он сам по себе тоже имеет хороший вес, хорошо и мягко передает мушку. Если мне необходимо работать с сухой мушкой, больше рыбалка идет на поверхности, я тогда ставлю соизмеримый с толщиной моего шнура. Растыковал вот этот кембрик, поставил другой, спокойно рыбачил. И дальше, как вы можете заметить, вот он у меня конический, идет на убывание, 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 и в конечном итоге, в самом уже конце моего подлеска имеет ту толщину, которую я чисто экспериментально не высчитывал, но пришел к такому, допустим, заключению по длинам. Я уже вам в интернете писал, на что я обращаю внимание. И здесь у меня поставлено обыкновенное колечко. Я специально подготовил для себя вот его вот такое крепление, чтобы была у меня оранжевая нитка, потому что зачастую при вываживаниях у меня, допустим, или при рыбалках он служит отчасти еще индикатором поклевки. И к этому колечку, если у вас нет колечка, можно напрямую изготовить здесь петелечку, и уже потом можете подсоединять для себя свои поводки. Вот в данный момент это поводок 008. Сам подлесок для моей рыбалки имеет достаточно хорошую длину, так как я, рыбалка происходит в основном у меня больше нимфами, и за счет этого у меня он полтора метра. Достаточно будет вам около метра, и сам поводочек буквально от 50 до 70 сантиметров вполне достаточно для ваших рыбалок. Значит, как мне, вот друг, буквально недавно прислал, у меня говорит, 0,1 леска, я боюсь, у меня будут отстреливать. Значит, отстреливать это все зависит только лишь от того мастерства и качества ваших забросов. Если вы работаете как плетью, естественно, будут отстреливать. Что касается самой лески. Значит, я в фильме на рыбалке использовал вот такую леску. Можно использовать для зимней рыбалки вот такую леску. Значит, они имеют свое отличие. Вот эта леска тонущая, это нет. То есть, вы также, допустим, леской подбираете для себя условия рыбалки. И если это поверхностно, пожалуйста, это. Для того, чтобы нимфа, зачем вам, допустим, мучиться, если спокойненько эта лесочка тонет. Значит, цвет можете подбирать для себя любой, это уже не принципиально. Вот и все. В принципе-то я вам уже показал все, что касается мушек, что касается ответил вас, вам на шнур и что касается подлеска. Теперь основное, это как я уже вам неоднократно показывал, значит, шнур я использую зачастую на всех своих рыбалках плавающий, потому что нет сейчас таких рыбалок у меня на больших глубинах, хотя для этих целей существует у меня и тонущий шнур. Также можно сделать и тонущий подлесок. Если у вас, отвечаю уже на другой вопрос, возникает вопрос о том, чтобы как можно быстрее доставить нашу нимфу ближе к дну, спокойненько, вот я отвечаю Алексею, выберите для себя какое-либо место, где вам удобно, и можете защипить вот так вот буквально дробинку, одну, две, сколько вам будет необходимо. Или же, если у вас уже готовы мелкие оливочки, можно перед тем, как завязать мушку, спокойно одеть ее на наш поводочек. Вот, друзья мои, и все. Давайте теперь я скомпоную фильм и посмотрим все вместе. Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я вам уже рассказывал, мы сегодня снимем небольшой фильм о мелкой рыбалке, которая находится в черте города. Как вы видите, здесь самый-самый центр. Речка недостаточно чистая, хорошая вода уже начинает свистеть, но мелочевки всякой достаточно. Поэтому мы сейчас с вами попробуем хотя бы кого-то поймать. Ну и заодно рассмотрим те мушки, которые нам необходимы для рыбалки. Значит, сегодня мы с вами попробуем, вот у меня, это даже не для тестирования, а для определенных рыбалок подготовлен вот такой наборчик. Теперь давайте я вам расскажу немножко про экипировку, как я вам и говорил. Значит, как вы видите, я в обыкновенной жилетке. Это не нахлыстовая жилетка, а обыкновенная рыбацкая, так как мы будем рыбачить в той, с берега, а не находясь в воде. Для того, чтобы ходить в вейдерсах, естественно, желательно покороче. Теперь, вот я одеваю один из элементов, который является просто необходимым. Почему? Потому что это защита ваших глаз. Это не пижонство. Не только вам удобно будет ловить, но учитывая то, что сейчас у меня порывистый ветер, мушка очень легкая, может сдуть в любую секунду. Поэтому мы убережем свои глаза. И на ратривере, как обычно, я использую обыкновенные вот такие для ногтей маникюрные кусачки. Имеются еще у меня здесь ножницы складные. Этого мне вполне достаточно для моей работы. Ну и по карманам, как обычно, находится определенное количество той лески для поводков, которая мне нужна. Как я вам уже неоднократно показывал, я буду использовать то же удилище, которое я вам в прошлом фильме. Шнур шестого класса, плавающий. И леску я буду использовать для зимней рыбалки, так как она более лучше тонет. И по толщине 0,08. Давайте приступим. Я выпустил определенное количество шнура. То есть, ну считайте, я не заморачиваюсь. Мне не надо его бросать на воду. А взял определенное количество шнура, вот так разыграл. И спокойно уже я могу, допустим, для того, чтобы попробовать, вот забросить, обловить то, что находится в прибрежной части меня, камыша. Нимпа у меня тонущая, поэтому мне необходимо более качественно просматривать, как у меня по натяжке шнуров. И я уже здесь начинаю разыгрывать весь зацеп. Я Sasha. because I have never used my biomass and a friend. Два Ist. Чуть дальше отойдите Подходите еще Стоп, стоп, стоп Да, зацепилось Ну я иди Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 Продолжение следует...